В Одесской области прошел чемпионат области по пляжной борьбе. Торжественное событие состоялось в Аккерманской крепости в Белгород-Днестровске. Идея популяризации пляжной борьбы появилась еще в 2013 году на первом турнире. С тех пор различные соревнования и чемпионаты проводятся на постоянной основе. На этот турнир зарегистрировались почти 100 участников. Пляжная борьба очень стремительно развивается не только на территории Украины, а на международном масштабе, поскольку пляжная борьба уже входит в состав и всемирных пляжных игр, и юношеские олимпийские игры будут организованы в 2022 году. То есть таким образом, на данный момент, на сегодня, отбирая на чемпионате области, мы уже смотрим будущее, смотрим медаль, рассматриваем лучших из лучших, которые в дальнейшем представят наши государства. И я надеюсь, в скором времени получат олимпийские медали. Каждый год вокруг этого мероприятия объединяются сотни спортсменов и десятки небезразличных к спорту людей, которые пишут историю пляжной борьбы на глазах. Организаторами турнира стали Одесская областная федерация пляжной борьбы, а также общественная организация «Мангуст». Среди участников были и представители других видов спорта. Организаторы чемпионата отмечают, что в этом и особенность пляжной борьбы. Она объединяет разные направления в одно. Пляжная борьба, если так разобраться, она объединяет все виды борьбы. Здесь и дзюдо, и самбо, и вольник, и греко-римская. Все виды спорта могут принимать участие. Здесь очень простые правила, дать трех баллов и три минуты. Неделю назад приехали с Франции на европейском турнире, у нас их четыре. Поэтому все выходит на уровень. Было 13 стран, мы командные, у нас было второе место. Поэтому следующий у нас Рим, Греция и заключительный этап в Румынии. Стоит отметить, что место проведения чемпионата Одесской области по пляжной борьбе было выбрано не случайно. Южная Бессарабия – это не только кузница титулованных боксеров, но и борцов. А также стены Акерманской крепости заряжают спортсменов боевым духом и жаждой к победе. Когда мы все-таки снова же обсуждали данное мероприятие, действительно мы подумали о том, что в Белгороднестровском районе, в новообразованном Белгороднестровском районе, в котором входят и Татарбунарский, и Саратский, и Белгороднестровский бывший район, является кузницей спортсменов, которые достигают результатов не только на чемпионатах Украины, но и на чемпионатах Европы и мира. Для популяризации данного вида спорта мы решили сделать в нашем, тем более у нас есть такое место, в нашей родной Белгороднестровской Акерманской крепости, которая всегда рада нас приветствовать и всегда открыта для любых мероприятий, не только для спортивных. Этот чемпионат области по пляжной борьбе собрал не только представителей Одесского региона. Серьезным подспорьем стал и призовой фонд турнира – 50 тысяч гривен. Помимо круговых поединков состоялся и необычный формат турнира для разных весовых категорий, победителем в котором стал Иван Малин. Соревнования в Акермане носили открытый статус, поэтому побороться за первенство приехали спортсмены из других областей Украины, а также борец из Турции. Я очень радуюсь. Я радуюсь, очень радуюсь. Я очень радуюсь. Это супер организация. Я хочу сказать, что Анна, я счастлива и счастлива с этим. И я надеюсь, что приезжая в Сайпрус, мы организуем одну организацию в Сайпрусе. Мы хотим снова приехать в Украину, и мы любим эту организацию и эту город. Это новый перспективный вид спорта. Я занимаюсь в спортивном клубе «Чемпион», но спортивный клуб «Мангус» меня часто поддерживает в лице Руслана Умарова. Я чувствую поддержку с их стороны, и за это я им очень благодарен. Это новый спорт, и он очень интересен для меня, и хочется, чтобы его развивали. Для большинства участников в первую очередь это опыт, потом люди стремятся, тренируются. Вот сам я занимаюсь вообще вольной борьбой уже около семи лет. Хочу себя попробовать еще в некоторых других спортах. Помимо этого чемпионата, пляжная борьба Украины имеет большую перспективу на мировой арене. Совсем недавно наши спортсмены поражались своей техникой борьбы на первом этапе мировой серии по пляжной борьбе во Франции. Дальше только Рим, Греция и финал в Румынии. Чемпионат Одесской области по пляжной борьбе проходил в преддверии состязаний по борьбе на Олимпийских играх в Токио. Представлять Украину будет и наш земляк Василий Михайлов. В такой день, конечно, хочется сказать о наших участников Олимпийских игр, потому что именно с завтрашнего дня, с 1 серпня, в Токио выступают украинские борцы. В составе борцовской сборной наш Василий Михайлов, который будет выступать 5 серпня. И мы желаем ему успех, надеемся, что это будет первая и не только первая медаль для Одесской области на этих Олимпийских играх. На этом сезоне заканчивается. Уже совсем скоро пройдет и всеукраинский турнир, который также будет в Одесской области. 7 и 8 августа чемпионат Украины по пляжной борьбе состоится на пляже базы отдыха Академия Национального университета Одесская юридическая академия.